Выдержки из лички с одной дамой. Как думаете, насколько адекватно экспериментальное доказательство катюшка непрерывности пространства, заключающейся в том, что если непрерывность доказана на протяжении одного метра, следует на непрерывной бесконечности. Если находясь космической, доказать, что пустота бесконечна, так как на протяжении метра нет одного материального объекта, это будет доказательством бесконечной безматериальности. Я понимаю, что грезы Виктора Григорьевича о его величестве в пространстве это что-то личное, даже сказал архаичное. Так, еще раз, на протяжении метра нет ни одного материального объекта, это будет доказанием безматериальности, но тут подмена. Если на протяжении метра нет ни одного материального объекта, это вообще ничего не доказывает, это подмена. Тут вопросы материального и нематериального. Вот пространство, оно нематериально и невещественно. И это следует из определения, вот нематериальное. Поэтому дальше вам не надо сказать, материальное есть или нет. Вот встретили вы в нематериальном пространстве кирпич. Наивный человек может подумать, что пространство теперь закончилось. А адекватный человек понимает, что кирпич тоже расположен в пространстве. Пространство этим кирпичом не кончилось. Внутри кирпича тоже есть пространство, в котором этот кирпич находится. И это продолжается дальше. И у пространства нет той штуки, которая может закончиться. Вот пустота, ничего, ничто. В материальном смысле пространства ничто. Вот ничто, материальное ничто, нематериальное ничто, оно не может закончиться. У него нет той штуки, которую можно закончить. И это главное. Не главное, то что сравнение следующего метра, а главное свойство. Вот нематериальное ничто закончится не может. Вот как вы можете закончить ни хрена? Если вы даже в эту ни хрена принесете кирпич, он будет находиться в ни хрене, но сама ни хрена от этого кирпича не закончится. И от второго кирпича не закончится. И дальше не закончится. Оно технически не может закончиться. А барышня, с которой вы общаетесь, она может, конечно, этого не понимать. Да и не только барышня. Мужчина может не понимать. Это не вопрос пола. Мне кажется, вопрос по По вашему примеру о том, что рука не прерывается, нигде пространство не прерывается. Если так же, что вот здесь нет материи, значит материи нигде нет. Тут вопрос не в материи. Я из этого вопроса вот это вот понял. Что нет материи, вот присутствует здесь материя или нет, это вообще не принципиально. Важно, что не прерывается само пространство, что оно не кончилось, у него нет возможности кончиться. Вот человек просто на примере, что вот здесь не кончилось пространство, значит оно нигде не кончается. А также вот он привел пример, что если вот здесь у меня нет материи, значит материи вообще нигде нет. Ну, материя она по-другому в принципе. Материя она сама по себе, по природе дискретна. Она имеет габариты. Я понимаю, что здесь там нет понятий, но у него такой вот пример. Ну, тут вопрос сосредоточиться, как сосредоточиться. Ну, если кто-то видит объяснение чему-то вот такому, более простое и легкое, пожалуйста, озвучивайте. Потому что надо помогать людям как-то учиться понимать такие вещи. Ваш эксперимент на небрированность пространства можно провести в любом другом объеме пространства. Пусть хоть на Северный полюс ездит и там попробует, хоть в космос улетит и там попробует, нигде ничего не изменится. Ну, это накопительная практика, не основывающаяся на логичных выводах. Ну, некоторым людям через накопительную практику проще понимать, ну, для восприятия, что раз он везде попробовал, значит, наверное, так оно и есть. Но это не дает уверенности. Уверенность вам дает понимание принципа, логика сама. Если вы понимаете, что у пространства нет такого свойства, которое может закончиться, то у вас как бы все уже хорошо. Вам уже не надо носиться по космосу и проверять, а здесь оно закончилось или нет. Вы просто поняли на базовом уровне, что такого свойства нет, которое может закончиться. И со столкновением с каким-то материальным предметом пространство тоже не заканчивается. То есть, материя не может повлиять на окончание пространства или не окончание, на его непрерывность. Все, как вы это понимаете, вам уже не надо носиться по космосу. Иметь не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон»